Ты как это в воду глядел? Я сейчас в воду гляжу. Гляжу вас! Ааа, ты что, моя фига, ты как и тарел? Идем вообще нормально. Ого, ой, 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 рули, давай! Руль заблокировался. Привет, друзья, с вами снова я, Вячеслав Исмайлов, или Живия. Мы на заряженном пастфайндере, вокруг у нас грязь, лес. И по названию этого видеоролика вы уже поняли, что сегодня мы снова выкупаем тачку, по дешману, которая стоит дороже. Дело все в том, что в моем телеграм-канале, на который, если вы до сих пор меня смотрите и почему-то не подписаны, вы должны подписаться прямо сейчас по ссылочке в описании, мы создали нового телеграм-бота, с помощью которого я, Вячеслав Исмайлов, могу выкупать машины разного рода, с аукционов кринжовые, дорогие, дешевые. У вас, мои дорогие подписчики. Так что сейчас эта фича работает просто великолепно. И сегодня мы как раз-таки выкупили тачку у одного из наших подписчиков. Вот как она выглядела, точнее, непонятно, как она выглядит, но сказали то, что стоимость ее составляет аж целых 150 тысяч рублей. А мне ее предложили купить за 30, а такого предложения отказываться нельзя. Да, Иван? Иван, вставайте. Мы выезжаем на поиски тачки. Находим тачку и ее перепродаем. У нас будет плюс 100 тысяч рублей сегодня. Твои бизнес-схемы, они убыточные, тебя просто налюбливают на деньги твои подписчики. А вот и неправда. Мои подписчики меня никогда не обманывают. И поэтому, если вы любите подобные покупки автомобилей вслепую на аукционе, обязательно подписывайтесь на канал и на мой телеграм-канал. Поехали. Поэтому мы и выезжаем, друзья. Поехали на поиски нашей тачки. Классную схему я придумал, да? Мы сегодня можем заработать целых 100 тысяч рублей. У тебя каждый день одни и те же схемы. Каждый день ты по 100 тысяч зарабатываешь. Ты что делаешь? Ты взял, зеркало загнул, не сам. Это не проблема. Твои вот эти подписчики тебя в телеграм-канале в твоем, они обманывают. Тебя обманывают. Мои подписчики меня никогда не обманывают. Ну, сейчас, подожди. Куда дальше-то ехать? Зная тебя, только по этим следам в сугроб. Ну, как не туда? Вот здесь какая-то грязь, непонятная. Сейчас, секундочку. Вот, смотри, так-то вот мы здесь. Вот дорога здесь заканчивается, а координаты меня ведут сюда. Типа около моста того. Вот, я думаю, по этим следам машина и проехала, и там ее и припарковали на точке. Ага, припарковали. Она пока здесь ехала, ее все разобрали, ушатали. И запчасти те там и оставили за 30 тысяч, как лохута. Это уже не важно. Это мы узнаем, когда преодолеем это препятствие. И я думаю, у нас получится все четко. Вы, кстати говоря, тоже можете мне предлагать всякие идеи для видеороликов в комментариях. А лучше в моем новом телеграм-канале, на который подпишитесь по ссылочке в описании. И тачки на выкуп тоже предлагайте. Так, все, поехали. Короче, вот такие вещи надо проходить на уверенности. Понимаешь? Иначе мы забуксуем. Не хочу забуксовать. Только не забуксовать, только не забуксовать, только не забуксовать, только не забуксовать. Нормально идем. Слушай, на уверенности. Очень классно идем пока. Вообще хорошо получается. Ай, блин, снесло, 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 снесло. Газу, газу, газу. А, ты что, моя стыка меня китает. Ну что, идем? На уверенности. Опа, я тебя вижу, смотри. Смотри. Ооо, это что такое? Что-то здесь было крайне интересно, да? Пойдем рассмотрим. Машину я уже сразу же обнаружил. И что это такое? Это... Ну слушай, ты как, ты как это, в воду глядел? Я сейчас в воду и гляжу. Ахахаха. Вот так. Нет, я к тому же, смотри, тут запчастей наоставляли, подразобрали. Ну все стандартно. Глушак, банкер, да? Ну это лишнее. Я смотрю, они тут нормальные поисполняли-то. Ты посмотри, ого. Да, вот это, блин. Ооо, что это вообще за тачка? Ижи. Ижи? Оно. Машина года. Ну слушай, я слышал то, что не в натуре сотку стоит, да? Ну я думаю, может и стоит, но не вот это. А что тут так пахнет? А вниз, посмотри, там лежит вон. Нормально, нормально. Пахнет как раз таки пивчанским, пивандрием. Так, короче, включаем Шерлока Холмса Ивана. Шерлока Холмса, иди сюда, Холмс. Да так, не шо, вот тут он у тебя порог в землю, просто урод. А, я не очень понимаю, что произошло. А на переднее колесо посмотри, может быть поймешь. А, ну типа ушло или так сильно повернуто? Да, да, в порог повернуто. Блин, самое офиговое, слышишь, самое офиговое, то, что двигатель под водой. Короче, я думаю, я знаю, что здесь произошло. Мне кажется, просто под этим мостом очень часто любят отдыхать. Молодец, кучу, кучу. Гопота всякая, короче. Они, мне кажется, здесь стояли, набухались, как обычно на картунах подвистали. И потом что-то им захотелось порулить, покасанить, пораздолазить. Вот они, давай, там, прыгать, запрыгивать в свою машину. Еще нажрались, конечно, в итоге. Еще сильнее раздавали, раздавали. Вот тут петаки вот эти нарезали, потому что, смотри, сколько всего туда всталось. Напились вонючей. С управлением не справились. И ушли нафиг, короче, они под лед. Я вот считаю, как было. И они же мне в Телеграм-канал им написали под пьяной лавочкой. А у меня вот такой вопрос. Ты настолько смышлен в этой теме. Ты сам-то не такой? Нет, я ни в коем случае таким не занимаюсь. И это порицаю. Да, да. А, сука. Че, короче, все, хана. Придется доставать, по сфайндрам цеплять. Будем эвакуировать ее. Эвакуировать. Я когда-то хотел стать эвакуаторщиком. Чего? Почему? Насмотрелся каналы всяких разных. Там, короче, экскаваторы, бульдозеры из болот достают. Очень интересно. Тяжелую спецтехнику. Но не стал. А че не стал-то? Трудно. Это надо свой бизнес оформлять, в налоговую ходить, бумажки носить. Долго все, трудно очень. Ты че смеешься? Сейчас это вообще не трудно и совершенно недолго. Все можно сделать в пару кликов. И никуда ходить не надо. Все это можно сделать в Сберии. Да, да, друзья. Если вы тоже хотите, как и я, двигаться в бизнесе. Там, например, в блогерстве, в перекупстве. Или, вон, как Иван, в автомобильных каких-то движениях. То сервис Сбербанк Онлайн ваш вариант. А еще он полностью бесплатный. В самозанятом в Сберии, кстати говоря, доступна пониженная ставка на кредит. Минус 1%. А еще есть возможность пользоваться услугой онлайн записи клиентов. Тоже совершенно бесплатно. Также в приложении Сбербанк Онлайн вы можете подключить сервис. Если оформляли самозанятость в ФНС или в другом банке. Только в Сберии выгоды для самозанятых больше. В общем, одни приятности. Но самая главная фишка в том, что если успеть подключиться до 30 апреля, то можно выиграть целую кучу бонусов. Спасибо. И разыгрывается целых 16 миллионов бонусов. В общем, это раньше было трудно и заморочно оформить свое дело. Как ты говоришь, Ваня. Сейчас это сплошные удобства. Без лишних проблем. А наоборот, с преимуществами от Сбера. Переходите по ссылке в описании. И оформляйте самозанятость в Сбербанк Онлайн прямо сейчас. Ведь самозанятость можно сделать всего за пару кликов. Пошли разбираться, эвакуаторщик. О, стекла битые. Блин, а слушай, я тебе знаешь, что скажу? Это не порогом хана. Это, короче, произошел какой-то удар, судя по всему. И весь кузов его сместило. Он сжался вообще. Так вон, смотри, там глыбины огроменные. Он в них ударился и все. Лед-то толстенный еще. Смотри, ключи-то вставлены. Да, ключики есть. Ништяк, погнали внутрь. Все в говне. Стекла биты. Откуда стекла-то тут разбиты? Разбито стекло какое-то? Я наоборот. Я наоборот был рад, что все целое. Можно подать легко. Странно. Не, ну здесь-то все стекла на месте. Да, может люк-то был. Не сомневаюсь. А вот это вот следы здесь, от чего? Короче, я не знаю, на самом деле. Пораскатывали машину конкретно. Магнитолу, видимо, они тоже в последний момент с собой достали. Ну, учитывая то, что она осталась с открытой дверью. Может уже и не они. Так, что? Давай. Да, ты что делаешь-то? Щипальную, что ли? Что еще мотор положишь? Что я его положу-то как я его положу? Да, 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 рассказывай. О, заводится. О, хорошо, хорошо. Как тут задняя включается? Как задняя? Так? Во, наверное. И что случилось? Я не вырубал ничего. Не крутит. Ты сказал, что я дурак, да? А что случилось-то? Гидроудар у тебя случился, вот что случилось. Это как? Это когда в башку ей ударяешься обо что-то, и голова болит. Вот то же самое у мотора. Я ни об чем не ударился, я ничего не понимаю. Я нормально завелся. Типа что, типа вода в двигатель попала, или что? Ё-моё. Блин. Слышишь, Вань? А что, это вообще хана нет? Серьезно это? Капиталка. Типа что, шатун погнуло? Скорее всего. Ну, тысяч, наверное, 40-50 ремонта. Что, угораешь? Какие 40? Я хотел ее, типа, за 100 продать. Или, ну, там, за 60. Типа купил, за 30 продал, за 60 плюс 30 навара. Угораешь, что ли? Может быть, у тебя плюс 30 на ремонт. Не, давай это. Тут, вот, на карбюраторе даже вода, ты о чем? Тут все в воде. Типа через карбюратор и залилось? Конечно. Либо через щуп масляный. Да не, Вань, не угарай, ты починишь же. Я? Да. Ну, не знаю. Так попросишь. Ты на что навекаешь? Ну, не знаю. Может быть. Ну, косарь, косарь. Да ладно, два. За два сделаю. Все. Теперь как ее отсюда достать, если она в клине? Блин, серьезно? Ты послушай, это тут странный звук такой. Пока, давай. Слышишь? Ну, да. Ужас какой-то там. Что, я впервые такое слышу? Клин. Так у тебя коленвал упирается в шатун гнутый, наверное. Ну, да, да. Давай похаркаем еще там. А тут-то вот до меня не нахаркано было, да? До меня никто не харкался. Ну, запрошел, конечно, специфический. О, лежит. Все понятно. Кто тут виновник всей этой истории? Жага, жага. Ну, давай ее как-то доставать отсюда. Вон, даже петлю вижу на самом деле. О, так тут все проще. Проще некуда. Нормально, погнали. Как мы ее будем доставать? Она же, ну, сидит-то нормально на самом деле. Если ты говоришь, она там еще об лед ударилась, она, скорее всего, провалилась колесом. Под лед. Понятно, что его дергать. Передом, задом, лебедкой, тросом. Дергаем или в натяг. Сначала попробуем в натяг тросом вытянуть. Не получится, будем выдергивать. Что делать-то? Ну, то есть по-простому сначала идем. Ну, да, по-простому, потом уже будем лебедиться. А зачем я у него советовать сейчас спрашиваю? А то сам ты не догадался. Вот-вот, я о том же. Если самое простое... Давай, едь уже. Если самое простое, то я и сам бы догадался. Я уже лебедку там размотал, блин. Думал, все серьезно. Что, значит, в жопы подъезжают, а? Да. Хватит, точно? Да. Все, смотри, как все продумано. Смотри, как все четко, да? Только да, бампер куда-то. Ха, ну он там лежит. Бампер мы и заберем. Он хоть и по частям, но здесь лежит. Все, там нейтралка была, не проверял. Что, иди за руль, слышь? Я не полезу туда. Лезь. Да это сама вылези. Не, давай, ты что? Ну, в смысле? Давай, вот вам дверь открыта. Я тут сижу так. А рулить-то кто будет? Ты угораешь? Я так вот одной ручкой и порулю. Ну, ладно, если сможешь. Ну, что, поехали? Так, нейтралку проверяем. Ой, стой! Стой! Придурок! Ты дебил? Скажи мне, пожалуйста. Там и так... Ты нормальный, нет вообще? Ты не видишь, куда он едет-то? А ты рулить-то не мог? А он не рулится. В смысле? В коромысли. Зато мы достали ее из воды. И что-то вот оторвалось. Порог оторвался. Как не рулится? Вот, она все рулится. Что ты мне рассказываешь? Так она сейчас рулится. Да, да, да. Она упирается тут. Ну, немножко упирается. Немножко. Крыло достали. Немножко. Ну, ломай, ломай, ломай. Давай нормально садись и рули. Сейчас придется тебя утопить немного. Как? Я не хочу плавать. Все, welcome. To the party. Блин, порога-то нету, смотри, он дырявый. Так его, да, там вода была. Там вода была. Все, починешь? Починю. Все. Порог теперь на месте. Блин. Ну, ничего, мы как собаки Перекупские пенкой замажем, подмажем, скажем, корозащита типа. Дырки не было, да? Дырки, чтобы не было. Тряпку засунем туда. Вон здесь заснимите. Тут, короче, хана всему. Вон там что-то, вон вот снизу, вишь, все вырвало, все во льду. Я не знаю, может так и надо, но как будто бы, как будто бы нет. Ну, ёперный тяп. Толкай. Так как ее толкнуто? Катится так-то? По сантиметру? Ну да. Ладно. О, покатилась. Нафиг ты тормозишь-то? Так страшно. А вы, кстати, как раз знали, что Ваня не умеет плавать? Это правда? Правда. И тебе поэтому страшно? Да. Ты типа даже такой глубины боишься? Ну, уже глубоко утонуть можно из кучки чая. Давай еще надо нырнуть чуть-чуть. Ты же в субмарине, все нормально будет. Ну в натуре в субмарине форточек-то нет. Давай еще чуть-чуть. Ты сейчас-то вырулишь, нет? Что тебе смешного? Ты мне можешь объяснить? А что нет-то? Вырулишь сейчас? Во! Во! Другое дело. Да куда ты поехал-то? Что, готов? Да. Я направо еду. А расскажи ему, что траектория не так меняется. Да, муха Ваня! Ты специально или что? Ты заколебал? Стой, мне сейчас надо вот так вот вырулить. Ты вообще рулем работаешь, нет? А ты головой работаешь? Толкай еще. Ну? Да не идет. Ты опять тормоза, наверное, держишь? Нет. Да убери тормоза! Да не держу я их! Призорок! Стой! Идиот! Ваня! Ты идиот! Это ты идиот! Ты сейчас соображаешь, что ты делаешь? Ваня! Ты что наделал? Ты что наделал? Ё-моё, это же хана! Или это... А, да это побелка, слышишь? Это побелка! Или по... По дятел! Побелка! Зеркал нет у нас больше ни одного! Зеркал? А... Ой! Да ё-моё! И этих нету! Это что, так и будет весь день происходить? Ладно, хорошо! Вот это... Это номер! А что это за деталь? Это не номер, это защита! А-а-а! Так это защита, она для того и предназначена, да? А-а-а! Ты думаешь, раз она сломалась, то там там все целое, да? Все, нульцевая, за исключением клина! Все, я считаю, что... И текущей воды с мотора! Ну, понятно, что вода с него течет, потому что она в нем была! Опа! Че там? Вода! А где масло-то? Нету масла, одна вода! Че, угораешь? В фильтре, вон, вода там тоже болтыхается! В фильтре вода? Ну да, прям видно, что отделяется! Сейчас все починим! Мы сейчас это будем собирать и продадим нормально! Кстати говоря, ребят, я очень часто... Я очень... Я очень часто запрягаю мешковитого мне помогать по тачкам! Но мы... Но мы решили, что настала пора уже с мешковитого снять его маску! И сделаем мы это как раз-таки в моем телеграм-канале! Поэтому, если вы хотите получать контент первым, хотите получать эксклюзивный контент, хотите получать различные новости, приколы и участвовать в жизни канала, обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал прямо сейчас! И там мы скоро снимем маску с мешковитого! А сегодня, надеюсь, этот мешковитый поможет мне подготовить машину к продаже! Потому что эта бочина окей, тут ничего страшного, а вот этот бок это хана! Это просто хана всему! Это надо все перекрашивать, все переделывать! А, она гнила еще! Блин, капец! Так, короче, ее надо перецеплять за перед и поехали! А колесо нормально, кстати, крутится? Посмотри! Колесо? Ну да! Да, нормально! Никаких проблем! Почти никаких проблем! Ну, почти совсем никаких проблем! Ну ладно! Ну ладно! Что, давайте ее перецепляем и поехали! Мы как на ралли поедем, ты прям за мной! Я дал-дал ушел, ты за мной на трассу! Потом мы довезем машину до нашего сервиса, до нашей базы! Там ее отремонтируем, подготовим продажи и заработаем бабла! Ага! Звучит как офигительный план! Все как бы классно, офигительный план! Но в сугробу-то мы не проедем на ней! Ага! Куда ты пошел? Сейчас проедем все мы! Больной! Че, ты готов, нет? Да! На! Говна! Тебе нарыло! Так, идем вообще хорошо! Идем вообще нормально! Надеюсь, там Ваня успевает отруливаться! Ой! Ой! О, что-то отвалилось! Ой-ой-ой! Это чертов крюк! Не рулится оно! Вообще не рулится! Самый сложный момент! Больше всего снега! Давай-давай! Ты че буксуешь? Идем! Дон стоп! Дон стоп! Дон стоп! Давай-давай-давай! Давай! Есть! Вышли! Вышли! Ой! Ого! Это че было? Ой-ой-ой! Стой! Так! Она завелась, да? Да! Ха-ха! Слышь, она заводит! Сама завелась! Нормально! Починили! Так я тебе говорю, это ей просто... Ты глуши нахер! Там же все еще вода! Точно там же! Там же вода! Я и был удивлен, как бы, знаете... Я как бы уже завелся-то легко, потом... И все! Так не бывает, когда клинк! Клинк, там он... Бум! И все! Тогда на тросе доедем? На нейтралочке! Там все зальем, сделаем четенько и ее продадим! Да? Пар! Все, погнали! Я уже, знаете, господа, я уже чувствую запах денег! Погнали! Почти! Донеси, еперный театр! Опа! Заводи, надо, чтобы прогнала! Что такое? Ну, уже по-другому работает! Доливай, доливай! О! Это что? А что такое? Не знаю! Короче, нормально! Думает! Странно, а почему из него реально такой поток воздуха? Может, не в всю сторону он дует? Короче, пофигу! Масло нормально, заводится, работает хорошо! Все, глуши! Не клинанул! Ну, может, ну, кстати, да! Ну, чуть-чуть, конечно, стук там имеется! Че думаете? Короче, теперь надо... Куда в ней заняться? Надо заняться! Я, короче, давай! Ты подготавливай! Да иди отсюда! Хватит портить машину! Че подготавливай? Бампер почини с помощью скотча! На место его поставим! Давай сначала помоем, а потом сделаем! Ну, давай! Я пока буду выправлять мянины! Как их выправить? Да, блин, а! А есть лом! К сожалению, лом гнутый! Хотя, может, он специальной формы, чтобы выправлять! О, получилось! Ништяк! Короче, сейчас я тогда весь мусор уберу из стола, но ему реально, походу, его продадим! Походу, даже запах этого пива уходит! После того, как я все помыл! Проверим коробку, кстати! Она есть! Как мы это сушить-то будем? Так, давай, лицо тепло уже! Ну, все, внутри чисто! Есть проблемы! А когда есть проблемы, есть решение! Уже другое дело! Даже держится на самом деле-то! Ну, все! Уже в свет! Нормально же! Издалека не видно будет! Кто все равно на бампера смотрит? Даже грязь покрасим! Весь свет у нас будет! Будет классно! Это, типа, как от противоотвойники? Ну, наверное, какая-то система безопасности советская! Ну, с ноги, оп! Во! Во, встала! Гасит с удара, да? Ну, да, если ты неплохо! Задолбал, ломать! Мы ее чиним на продажу, готовим! Я поверил, работоспособность! Бампер понесли устанавливать! Давай, устанавливай! Так! Вроде подходит! Во! У него тут даже заводской крепеж, смотрите, остался! Во! Я думаю, это не завод! Думаешь, не завод? Нет! Ну, встала же! Так, теперь, короче, надо разобраться вот с этими рыжиками! Вот с этой всей фигней надо разобраться! Потому что тут, блин, все гниет! Нужен какой-то фиолетовый? Да, в цвет подобрал специально! Ты что делаешь, олень? Что? Да что вот-то? Да вообще не похоже, Ваня! Да все нормально, что? Оп, оп, напылил! Вот, напыление, понимаешь, просто, чтобы вот эти поры закрыть белые! Ага! Так! Так! Вот, напылил! Вот здесь вот, запомнил, да? Стой, фару напылил, ближай! Вот! Теперь берем черный, так же напыляем! Да, блин, какая-то хрень получается! За грязью залепим! А нету нормального цвета? Нету! Да и черный опять закончился! Что такое-то, блин, а? Да нормально! Нормально, думаешь? Здесь вот видишь, типа, коцнуло, да? Мы типа оскажем, что это антикор! Во! Во! Здесь идеал! Здесь вообще не подкопаться! Вот сюда нам трусов напихать каких-нибудь! Найдешь трусы? Да! Давай, принеси трусы кинь! Блин! Серый! Тебе это, жене машину надо? Да! Да? Да! Вот! Ишь, за 60 отдаю! Стой, давай! А, сейчас, подожди! Пока, давай потом поговорим! Я уже покупателя нашел, а ты при нем начал трусы запихивать, а? Ты сразу сказал, трусы запихивай! Так не прямо сейчас же, я уже все... Да, а ты что, говорил, что ли, когда? Да! Это не тот свет! Ну, как и не было ничего! Смотри, как розочка! Как роза среди навоза, вот такое у нас! Че это такое? Как мне это перепродавать? Ты сказал, у тебя есть клиент? Он уехал только что, блин! Говорил я, гляжью мазать надо! Да, блин, а! Не, ну она же лучше, чем была! Конечно! Ты сам-то не видишь? Ну, ребят, давайте по чесноку! Напишите, вот что было! И вот что стало! Взяли мы эту машину всего лишь за 30 тысяч рублей, я хочу ее продать за 60! Как думаете, ребят, у меня кто-нибудь ее купит за 60 тысяч рублей? Так! Напишите вы в комментах! Ну, короче, пацаны, вон, салон теперь чистый! Вот, теперь здесь уже комфортно! Чистота! Сейчас подсохнет и на площадку с объявлениями пойдет! Пишите в комментах, вы бы купили такую тачку за 60! Вообще, хорошая у меня затея с тем, что я выкупил ее и мы восстановили! Или все это так себе? Ты-то, Вань, сам как думаешь? Что? Ну, нормальное приобретение, считаю, мы думали, что она в клине, а мы ее починили! Конечно, хорошее приобретение! Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр! С вами был я, Вячеслав Смылов или Живи! Нормально мы сегодня кринжа навали! Пока-пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok